Приветствую вас, друзья, на канале Нулевой Пациент. Меня зовут Крожановский Петр, и помимо огромного количества дел, которыми я занимаюсь, я еще и автор нескольких книжных бестселлеров. Вот об одной из моих книг в новостях. Какую последнюю книгу прочитал мне Игордон? Я прочитал прекрасную книгу. Мне друзья дали книжку писателя, чья имя и фамилия, мне ничего не говорило. Петр Крожановский, называется «Педофил». Я получил такое удовольствие от этой литературы, это «Киевлянин», Петр Крожановский, книга называется «Педофил». Потрясающее произведение, потрясающий язык, это триллер, это детектив. Я спать очень хотел, пока я не дочитал, я не успокоился. Мало того, я пожалел только об одном, о том, что закончилась книжка. Получил огромное удовольствие. Совсем недавно, в связи с тем, что я заканчивал писать новую книгу, «Я исчез с Ютуба на два месяца». Постольку, поскольку я чувствую ответственность перед своими подписчиками и зрителями, в позапрошлом выпуске пообещал, что прочитаю пару отрывков из новой книги. «Самаэль. Биография сатаны». Так называется мое свежее творение. Это художественная книга, мистический триллер. Прежде чем начнем, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать колокольчик. Все те, кто еще этого не сделал, заранее благодарю. Сегодня я прочту вам небольшой кусок из первой и второй главы. Надеюсь, вам понравится. Ну что ж, приступим. Читаю, скорее всего, буду запинаться, поэтому, если увидите какие-то срезки и прыгание кадра, не судите строго, пожалуйста. Немного помолчав, напряженно дыша и делая вид, что думают над вариантом выхода из ситуации, она предложила самый глупый, почти нереальный вариант. Но так, быть может, ей удастся выиграть немного времени, после чего она все-таки успеет добежать до окна и выброситься из него. Вероятно, это будет не самый плохой вариант для нее сейчас. Мне нужна ваша обувь, детская, юношеская, в которой вы много и часто ходили. Но это нереаль. Джанин не успела закончить свой, как ей казалось, нелепый спич, как громко открылась входная дверь в зал. Внутрь вошел Салазар, держа в руках старый коричневый кожаный чемодан, который, помимо того, что закрывался на ключ, еще и перетягивался по бокам двумя тугими ремнями. Мужчина положил немаленький чемодан у ног Джанин и, открыв его, стал выкладывать перед ней обувь, аккуратно сложенную внутри. Детские белые сандалики, кроссовки, туфли и даже зимние сапоги. Всю историю человека и его вкусов. Надо сказать, поменялись они в какой-то момент резко и кардинально. Перед врачом на лакированном паркете стояло не меньше 15-20 пар обуви. Джанин присела на корточке, поправляя юбку, и, взяв первую пару, посмотрела на подошву. «Это сколько лет?» «Три», – холодно, – ответил Салазар. «А это?» – смотря на подошву кроссовок, снова спросила Джанин. «Семь». Изучив всю предоставленную обувь, опытный ортопед, которому было достаточно такого осмотра, чтобы ответить на поставленный вопрос, протянула руку к мужчине, который держал черную кожаную обувь с золотой пряжкой, ту, которую его хозяин носит сейчас. Туфли тут же были вручены врачу. Перевернув их, немного покрутив, она успокоилась и от сердца отлегло. У нее был ответ на вопрос, который терзал странную секту, боящихся сколиоза и собирающих обувь их божества в старый чемодан. Подошва детской и подростковой обуви стерта равномерно. «Практически вся плотность потертости меняется ближе к нынешнему моменту. Самый плохой рисунок на туфлях, в которых вы пришли». Джанин Саверин ненадолго замолчала, осмотрев мрачных мужчин, ждущих словно манны небесной, еще несколько важных слов. «Больше всех ждал их тот, кто прокрутил ее душу через блендер с самыми острыми ножами, одним лишь фактом своего присутствия». Вздохнув, она ответила на терзавший его вопрос. «Вашему сколиозу от силы года три, может пять, не больше. Вы родились ребенком с совершенно здоровым ровным позвоночником». Молодой мужчина с облегчением выдохнул и закрыл глаза. Его напряженные плечи обмякли, с них словно упала тяжелая давящая каменная глыба. В просторном, изысканном аристократичном зале повисла тишина, тревога ушла, и воцарилось долгожданное спокойствие. Опасность миновала, страх стал покидать сердце Джанин. Но ощущение того, что случилось нечто неправильное, неестественное, не покидало ее. Ведь в памяти по-прежнему ярким пятном, словно вспышка, находился силуэт спины, на которой она увидела то, что нет ни в одном учебнике, в котором описываются даже самые страшные патологии и аномалии о строении человеческого скелета. Сколиоз первой степени совершенно не опасен. Он лечится очень легко. Не стоило так волноваться. Джанин проглотила душащий ее нервный комок. А вот продолговатые лопаточные кости, изогнутые, упирающиеся в ключицы. Повод для беспокойства, как мне кажется, серьезный. Услышанное не разозлило и никак не повлияло на эмоциональное состояние мужчин, чье настроение явно улучшилось. Они не вышли из себя, не вели себя так, будто бы их разоблачили и сообщили то, что они так хотели скрыть. Они просто молча продолжали заниматься своими делами. Салазар складывал обувь обратно в чемодан, молодой мужчина надел серые костюмные брюки, после чего, не имея лопатки для обуви, с трудом на босую ногу стал натягивать туфли. Когда я училась в университете, мы проходили биологию животных, решила продолжить Джанин. Такое строение лопаточных костей и ключиц бывает только у птиц. Резко перебил ее немолодой мужчина, похожий на величественную тень своего хозяина. Салазар, взяв крепкую рукой чемодан, проследовал через весь зал и исчез во тьме длинного коридора, за белыми распахнутыми дверями. Справившись с туфлями, туда же направился и молодой мужчина, которого Джанин Северин никогда не забудет. После сегодняшнего дня, быть может, в старческом маразме из ее памяти исчезнут воспоминания о детях, двух чудесных дочерях, она наверняка забудет о родителях, которые еще не ушли в иной мир, не вспомнит, что такое честь, достоинство, любовь, забудет даже, кто она на самом деле такая и как ее зовут, но его и то, что испытала рядом с ним, она не забудет никогда, проклиная и боготворя сегодняшний день до конца своей жизни. Да, у птиц, оставшись наедине с самым важным человеком в черной свите, несмело произнесла женщина. Собеседник хитро улыбнулся. Вы же знаете, что это значит? Что? То, что его предки когда-то летали. Кто знает? Может, и он сам? А еще, и это главное, вам никто не поверит. Никто. Прощайте. Мрачный незнакомец застегнул на себе легкую кожаную куртку и поправил на шее легкий бордово-коричневый льняной шарф. Развернувшись, он величаво направился к дверям, которые собирался запереть за собой. Ужас окутал сердце Джанин. Она поняла, что своими руками ощупывала сатану. И самое ужасное вожделело его сердцем и душой. По правой щеке доктора вдруг скатила слеза, а потом еще одна по левой. Она хотела разреветься, но страх не давал ей этого сделать. Это был он, выкрикнула женщина, стараясь успеть до того, как тень исчезнет в аномальной тьме длинного коридора. Раздался грохот, который разнесся эхом по опустевшему зданию и бело-золотистые двери, чей фасад украшали вырезанные из дерева львиные головы, закрылись. Еще несколько минут Джанин Северин стояла молча посреди просторного зала. Лучи исчезающего солнца практически полностью слились со слабым светом, исходящим от висящих на стенах бра и на темно-коричневом зеркальном паркете, там, где она стояла, возник рисунок, чем-то напоминающий сакральную геометрию, состоящую из многочисленных теней. Утерев редкие слезы, она направилась вниз, подальше от столь... Утерев слезы, она направилась вниз, подальше от столь влекущего и пугающего мрака. Выйдя из комнаты, Джанин надеялась встретить Клауса, который проведет ее по темным этажам вниз к машине. Но за дверями было пусто. Каждый лестничный пролет теперь освещался люстрой, чьи плафоны напоминали раскрывшиеся бутоны орхидей. На обратном пути пустое тихое здание казалось загадочным и зловещим. Спускаясь по лестнице, Джанин Северин даже не пыталась рассматривать так понравившиеся ей поначалу витражи. Их сюжеты пропитаны и болью, и печалью, как и на картинах в зале, где она производила осмотр молодого. Незнакомца стали очевидны, понятны своей утонченной мерзостью и жуткой красотой, о которой хотелось побыстрее забыть. Каблуки постукивали по мраморным ступеням, и частота стука указывала на спешку. Выскочив на улицу, Джанин увидела стоящего около Мерседеса водителя. Внутри двора ночные фонари освещали окружающее пространство, и современный автомобиль здесь смотрелся не очень уместно. Значительно лучше выглядел бы Калтефалк или машина скорой помощи. Немного седативов мадам Северин сейчас бы не помешала. В аэропорт дрожащим голосом произнесла она, спеша к задней пассажирской двери. Водитель, оттолкнувшись от машины, зевнул и не торопясь потянулся. Ключи в замке зажигания, документы на ваше имя в бардачке. Но что я буду с ней делать? У меня есть уже машина. Я города не знаю. Первое. Делайте, что хотите. Она стоит полмиллиона евро. Второе. Это не машина, а ракета. Там даже на багажнике есть надпись. Рокет 900. Третье. GPS укажет путь в родной Лиссабон. Европа маленькая. Доберетесь быстро. Прежде чем уйти, водитель нагло улыбнулся. Неплохой гонорас за пятиминутный массаж. Не правда ли? Через несколько секунд мотор, открывающий дверь во двор, затрещал, и ехидный шофер, пройдя через арку, исчез за углом. Мадам Северин, разозленная и напуганная, села за руль и завела машину. Прежде чем сдвинуться с места, она вдруг осознала, почему нельзя было подобному пациенту делать рентген или МРТ. Никто не должен видеть аномалии костей позвоночника, ключиц и лопаток. Никто не должен делать их снимки, даже те, которые поймет лишь профессионал. Сдав назад, мадам Северин выехала на Георгенштрассе. Собравшись силами, пытаясь не вспоминать прошедшие несколько часов, она гнала по маршруту, который указывала ей красная линия навигатора, практически без остановок, до самого Лиссабона. После случившегося, два месяца, Джанин Северин ходила к психиатру просто поговорить и месяц употребляла легкие успокаивающие препараты. Гуляла по побережью Атлантического океана с мужем, которого очень любила, а вечером смеялась с подругами, выпивая понемногу любимого белого вина. Все забыв и выздоровев, она вернулась домой к привычной счастливой жизни. Продав Мерседес, часть суммы она потратила и помогла своим же взрослым детям, остальное раздала на благотворительность, а потом покончила жизнь самоубийством. Дав поезду аккуратно перерезать себе горло. Темной, теплой ночью колеса тяжелого поезда отлично справились с этой задачей. Полиция обнаружила в кармане ее юбки записку. Я видела его. Я делаю это не потому, что было страшно или плохо. Я делаю это потому, что мне понравилось. Мне было хорошо. Мне хотелось отдать ему свою душу. И это неправильно. Я видела его, и это было прекрасно. Когда вы узрите его, вы ляжете рядом со мной. Так что выколите себе глаза, пока можете, пожалейте себя. Ибо вы его скоро узрите. Простите, дети. Прости, Паула. Но я полюбила его сильнее, чем вас. На этом первый выбранный мной отрывок заканчивается и начинается небольшой второй из второй главы. Киаф обрел меж бескрайных черных полей скоробеев, невероятно огромных озер скорпионов и пауков, которые расступались пред ним каждый раз, когда он несмело делал шаг. Океан кишащих насекомых расползался, и было слышно, как миллионы крошечных лапок перебирая, скреблись друг по другу и по сухой земле. Повсюду на камнях сидели древние вороны и стервятники с черными, как уголь, глазами. Свободного места меж живностью практически не было. Даже на отвесных скалах на каждом выступе густой пеленой сидели бабочки, соронча и мошкара. Крутые серо-бежевые склоны казались живыми. Маленький смелый мальчик, промокший до нитки в своей изорванной, пропитанной потом тунике, пересек пустыню бегом, чтобы как можно быстрее вернуться к маме. Он чувствовал по затихающему стону, который практически исчез, что чему-то или кому-то осталось совсем немного. Во что бы то ни стало, нужно пробраться еще через несколько скал, и он увидит то, что рухнуло вчера ночью с небес на землю. Дрожа, но имея чистое смелое сердце, стремящееся помочь и спасти, Киафа шел дальше. Он аккуратно и неторопливо обходил клубки кишащих змей, расползающихся по земле, львов, не издающих ни звука, изнемогающих из жары, гиен и волков, которые, высунув языки, лежали на краю невысоких скал. Еще несколько сот метров назад, заметив, что животные и насекомые расступаются пред ним, он решил не бежать, испугавшись прочь, а идти дальше. Встревоженный Киафа никак не мог понять, почему на него никто не нападает, не пытается укусить или ужалить. Обогнув острую, словно меч, угловатую скалу, Киафа наконец-то пришел туда, куда так сильно стремился попасть. Он замер, потеряв дар речи. С его плеч упали бурдюки, наполненные водой, а из рук выпали свертки с едой и лечебными травами. На гладком каменном, серо-бежевом, пыльном плато лежало нечто, столь искалеченное, изломанное, что было непонятно, как оно смогло продержаться живым в течение такого длительного времени. У нечто были руки, ноги, голова и туловище, но это был не совсем человек. Хотя и явно мужчина, он был вплавлен в плато, и когда его тело содрогалось, было видно, что в земле под ним остался трафарет, повторяющий форму его рухнувшего с небес тела. Странное существо по размерам было больше обычного человека, в остальном же максимально схоже с людьми. Если бы не два огромных сверкающих крыла цвета жемчуга, которые оторваны и лежали рядом, это был бы просто изуродованный статный мужчина около трех метров роста. Вокруг него вздымался, будто языки пламени, расплавленный песок, превратившийся в застывшие куски стекла. Температура при падении была такой, что расплавила даже близлежащие камни и часть скал. Они теперь напоминали необыкновенной красоты замерзшие морские волны. Киафа вытер с олба пот, взял всю свою детскую волю в кулак, поднял провизию, способную, по его мнению, спасти изувеченное существо, и стал приближаться. Услышав это, существо со слоном перевернулось со спины на живот и посмотрело светящимися, будто солнце, глазами на мальчика. Киафе было очень страшно, очень, но он сострадал и чувствовал бой существа сильнее, чем боялся. Обойдя застывшее волнами стекло, он растерянно остановился в полутора метрах от страдающего нечто, не понимая, что делать дальше. Черепная лицевая кость незнакомого существа была расколотая, трещина, через которую было видно алые внутренности, была шириной около полутора сантиметров, не меньше. Также была расколота челюсть, словно кто-то прошелся по лицу острым мечом. Когда покрытое с ног до головы собственной кровью существо перевернулось на живот, нижняя часть его туловища осталась на месте. Ноги напоминали что-то зигзагообразное и имели открытые переломы, в нескольких местах торчали кости. Правое предплечье было оторванным и находилось в паре метров рядом с оторванным крылом. Левая рука поломана в области локтя и вывернута в обратную сторону. На половине тела не было кожи, и из-за этого можно было разглядеть не только оголенные мышечные связки, но и некоторые внутренние органы. Самое печальное, левое крыло все еще висело на тонких окровавленных жилах, но пошевелить им уже было невозможно. Земля под изуродованным телом окрасилась свернувшейся рубиновой кровью. Ничего более страшного и ужасающего восьмилетний мальчик в своей жизни не видел. Он никогда не мог представить, что столько боли и страданий может свалиться на кого-либо. «Ты хочешь пить?» тихо спросил Киафа. Существо с трудом держа голову над землей, с удивлением смотрело сверкающим взором на неожиданного гостя. «Ты пришел спасти меня?» Сердце мальчика затрепетало, голос существа был почти таким же, как голос его покойного отца, таким, каким он его запомнил. Конец второго отрывка. Когда книга будет напечатана и появится в продаже, я обязательно вам сообщу. Обещаю, что если вы прочтете ее, она не просто вам понравится, вы будете в восторге и отлично проведете время вместе с этой интересной и невероятной историей. Друзья, спускайтесь в комментарии и пишите, какое ваше впечатление об услышанных отрывках книги, именуемой «Самаэль биография сатаны», которую я написал. Задавайте вопросы, высказывайтесь, я отвечаю практически всем. Подписка, лайк, колокольчик, поделиться видео. Спасибо большое всем, кто это делает. На данном этапе это самая лучшая поддержка нашего с вами молодого YouTube-канала. А еще в ближайшее время будут выложены два интереснейших выпуска нулевого пациента. Я сделаю все необходимое для того, чтобы максимально быстро их снять, смонтировать и выпустить. До новых встреч, друзья, и помните, грядут перемены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова